Все ближе и ближе главные старты сезона в фигурном катании. Этапы гран-при следуют один за другим. И на этот раз настала очередь турнира во французском Гренобле. Наши девушки уже приучили нас к победам на международных стартах. Однако, исходя из последних событий и сумасшедшего графика, хочется пожелать в первую очередь даже не удачных выступлений, тем более главный старт еще впереди, а скорее отсутствие травм. Во французском Гренобле в сборную России представляют сразу три фигуристки. Это Ксения Синицына, Алена Косторная и действующая чемпионка мира Анна Щербакова. Ожидать, что Ксения сможет побороться с подопечными Этери Тутберицы, конечно, не стоит. Однако, с фигуристками из других стран вполне. Алена и Анна в короткой программе закрывали первый день соревнований среди женщин. Когда, как Ксения Синицына, вышла на лед одной из первых. Показав довольно чистый прокат, но без сверхсложных элементов, фигуристка набрала отличную для себя сумму баллов и на долгое время заняла промежуточное первое место. Улыбчивая Марая Белл, одна из любимых американских фигуристок в России, которую у нас в стране довольно часто называют Машей Колокольчиковой, от английского Белл Колокольчик, является одним из лидеров своей сборной. К сожалению, короткая программа у подопечной Рафаэла Арутюняна не получилась. Падение во время исполнения каскада, тройной флип, тройной тулуп позволило набрать спортсменке, которые всегда очень тепло отзываются о российских фигуристках, лишь 60,81 балла. Японка Вакаби Хигучи решилась на тройной аксель в короткой программе, однако вместо элемента ультриси получилась лишь бабочка. Как итог, незасчитанный прыжок в один оборот и 63,87 балла от судей. У американки Карен Чен программа не получилась совсем, не самый лучший прокат, не докруты, не получившиеся прыжки. И пусть не было падений, но фигуристка набрала лишь 64,67 балла, чем гарантировала Ксении Синицыной третье место после короткой программы. Алена Косторная не решилась на свой коронный элемент в тройной аксель. Да, прокат получился очень достойным, фигуристка явно прибавила по сравнению с прошлым этапом гран-при. Еще до конца проката стало понятно, Алена легко обойдет Ксению Синицыну, но не стоит забывать, состав участниц на турнире далеко не самый сильный. И если Косторная хочет бороться за попадание в сборную России на Олимпийские игры, без тройного акселя не обойтись. Тем не менее, отличное выступление и 76,44 балла. Анна Щербакова в черном платье закрывала первый день соревнований среди женщин со своей новой короткой программой. Не сказать, что прокат получился самым лучшим для фигуристки в нынешнем сезоне. Не было ни тройного акселя, ни коронного каскада во второй части проката, что неудивительно для премьеры новой программы. В итоге Анна набрала 77,94 балла. Было видно, что программа еще не оточена до идеала, но даже с таким выступлением чемпионка мира легко возглавила турнирную таблицу после первого дня соревнований. Друзья, оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!